Если честно, недавно общались с одним братом, и он говорит, я сколько-сколько призвал человека читать намаз, я не смог его заставить молиться, я не смог его поставить на намаз. Мы задаемся вопросом, кто мы такие с вами, чтобы человека поставить на намаз. Мы должны в первую очередь понимать то, что то, что прямой путь наставления от Аллаха. Только Аллах может наставить человека на прямой путь. То есть, как Аллах обращается к пророку Мухаммаду, саллиху алейху алейху ассалям, то есть, да, где Всевышний Аллах, ты или можешь заставить услышать глухого, Аллах обращается к Пасану, к Аллаху Саламу. Или ты сможешь заставить бы зрячим слепого. Аллах Субхану, когда дядя пророка Мухаммада Саламу умер, Абу Талиб умер, не сказав «Ля Илях, Иля Аллах». И этот пророк Мухаммад Саламу Саламу расстроился. И Аллах Субхану не спасал Аллах и сказал «Инна каля тяхдима нахбат». Поистине ты, даже будучи Мухаммадом Саламу не можешь поставить на прямой путь того, кого ты любишь. Только Аллах Субхану Атеаля поставить на прямой путь, кого пожелает. Также иногда мы думаем, то есть, например, человек далекий от религии, и это очень важно, Субхану Аллах, братья и сестры, тут мы должны быть внимательны с вами. Мы иногда думаем, человек, да какой он намаз будет читать? Он никогда, часто такой вот шайтан делал, то есть говори ему, не говори, бесполезно. Но Аллах Субхану Атеаля говорит нам по поводу этого, говорит «Ва ма алейка илля албалаг» Мухаммад Саламу Алей Саламу. И всех нас, конечно, касается. «На алейка илля албалаг» То есть на тебе только донести. То есть говори, призывай. То есть мы с вами, братья и сестры, не отвечаем за результат. Аллах Субхану Атеаля нас не спросит в судный день, там «О Аскад, О Абдул-Басид». Почему вот этот человек не читает намаз? Аллах Субхану Атеаля спросит у нас с вами, что мы сделали для того, чтобы этот человек приблизился к намазу или начал читать намаз. Саббат, причину, какую мы с вами сделали. Поэтому даже пророку Мухаммаду Саламу Алей Саламу говорит «Ма алейка илля албалаг» На тебя только донести. Аллах Субхану Атеаля кого пожелает наставить на прямой путь, кого пожелает, Аллах Субхану Алей Саламу заблудит, собьет спути. То есть первое, что и о чем я хотел сказать, мы с вами должны понять, наставляет на намаз только Аллах Субхану Атеаля. Это первое. То есть ни я, ни никто, ни шейх, ни фулан, даже пророк Мухаммад Саламу Алей Саламу не мог поставить на прямой путь. Только Аллах Субхану Атеаля «Аль-Хидая и Биядилла» Это первый закон. То есть Аллах Субхану Атеаля наставляет. Второе. На нас нужно донести. Теперь задается вопрос, как мы должны донести? Каким образом мы должны доносить? Аллах Субхану Атеаля говорит «Уди'уу илля саби илля раббика бил хикма вальма ваиватил хасана ваджадил хум биллятихи ахсан». Аллах Субхану Атеаля говорит призывай к пути Всевышнего Аллаха первое с мудростью. Аль-Хикма. Что такое мудрость? Это знание. Мудрость это... То есть, например, ты видишь например, человек еще как бы у него нету понимания изина Божия. А ты ему начинаешь говорить о намазе. Нет, это не мудрость. Ты ему должен для него выстраивать кирпичик за кирпичиком его фундамент. Это то же самое, когда Проб Мухаммад отправлял Муады бин Джабеля в Йемен. И когда он спросил, к чему их призывать? В тот момент, когда уже мусульмане они молились и постились. Проб Мухаммад и выплачили закат. Проб Мухаммад не сказал призывай их к намазу. Уди'ухум иля ла иля 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 то, что нету достойного поклонения никого, кроме Аллаха Субхану и Та'ала. Объясни им это. Фа инфа шахиду когда они засвидетельствуют алимхум то есть в тот момент, как перед ла иля иля нету вообще разговора о намазе. Фа иза обучи их объясни им то, что Аллах приказал им пятеро в день молиться. То есть о закате и речи нету пока. Фа иза саллю а вот когда они начнут намаз читать поясни им то, что Аллах приказал им плачивать закат. То есть уже все он намаз читает он уже в тавхиде в едино Божьей намаз читает тут уже обучи им обучи их то, что Аллах приказал им выплачивать закат который берется от богатых и возвращается к бедным. То есть все постепенно постепенно то есть человека нужно призывать и нужно призывать второе хорошим призывом то есть не нужно ругаться не нужно там это часто люди гордятся то есть вот я весь такой молящийся и так далее вчера забыл кем он был и уже своим намазом уже своим поклонением гордиться над другими и уже сверху как-то так с ним общаешься нет ты протяни руку помощи скажи что я хочу альхамдулля что хочу чтобы ты был счастливым чтобы ты мой брат ты моя сестра получил прочувствовал то счастье которое я чувствую когда я поклоняюсь Аллаху намазу и невозможно это описать словами ты должен правильно красивым призывом призывать если они начнут вступить с тобой в спор в диспут то ответим лучше и один из таких призывов вот например когда я читал про советник короля Шейх Насар Аш-Шафри его сейчас сын тоже Мусашар Аль-Мулюк Мусашар Аль-Мулюк то есть он был советником королей Саудовской Аравии и его сын тоже великий ученый знаете шейх Саад Аш-Шафри и один из его братьев Абдул-Азиз он рассказал когда мы еще были детьми и выезжали с отцом куда-то в сафар и когда было наступало время утренной молитвы то есть он нас всех в мечести собирал и один из его братьев Абдул-Азиз из его сыновей брат шейха Саад Аш-Шафри еще были детьми юношами не пришел на утренамаз так мы играли ночью и просыпались и он мне красивый такое наставление отец сказал до сих пор я помню посмотрите что он сказал я буней тара салату калек в лакиннаха тенфа'ани аинда Аллах говорит о сынок твой намаз он для тебя то есть ты для себя читаешь намаз не для кого-то но отдай-ка твой намаз поможет мне в судный день перед Аллахом то есть из-за любви ко своему отцу говорит я уже понял что мой намаз это будет причиной аль-хамдулли помощи моему отцу потому что он меня воспитал на этом и так далее это записывается будет ему то есть каждому человеку например он свой путь а те люди смотрите опять же те люди которые часто вот бывают мы все слышим говорят кто лучше вот я намаз не читаю но я не обманываю я там чужое не забираю там это не делаю там а вот мой там друг или сосед он намаз читает но он такой такой все другие грехи перечислились кто из нас лучше я или он вы оба плохие у тебя нарушено отношение связь с Аллахом потому что у него плохое отношение с людьми то есть нельзя так судить если я намаз не читаю но вот так делаю это твоя связь с Аллахом это твой щука Аллаху и когда мы разговариваем по поводу молитвы хорошее такое правило берем Кур'ан Аллах что говорит в Кур'ане то есть один из видов с мудростью как производить намаз подходит человек человек намаз не читает говоришь дорогой мой брат дорогая моя сестра ты намаз не читаешь веришь ли ты в Коран в Кур'ан да я верю в Кур'ан Кур'ан это что это веришь что Кур'ан это слова Аллаха что речь Аллаха мне кажется человек который говорит но намаз не читает он верит что Кур'ан это священная книга это слово речь Аллах Хорошо, смотри, Аллах, что говорит в Кур'ане Акиимус Саля Приказывает и говорит, читайте намаз Приказ, Аллах, Сухану Аталию, не говорит Хотите, читайте, хотите, нет Аллах приказывает, акиимус Саля Читайте намаз Ты веришь в эти слова или нет? Кур'ан, Слово Аллаха, да, я верю Значит, что это приказ? Если ты не читаешь намаз То здесь одно из двух, третьего нет Или ты не веришь То, что Аллах тебе приказывает Поэтому ты не читаешь Или если ты поверил, значит ты не ослушиваешься приказа Аллаха. Значит ты грешник. То есть здесь вот такой вот метод, это часто люди после этого начинают вставать на намаз. И просить дуа. Просить самое главное дело за этого человека. Дуа, альхамдуля. Мы же, например, для чего, когда ты увидишь, что родственник не читает намаз? Если он не читает намаз, ты же от этого не беднеешь. Он тебе же от этого не вредит. Или ты, если он читает намаз, ты говоришь как пророки говорили Мы не просим вас за это награду. Но почему мы хотим, чтобы все люди читали намаз, братья и сестры? Мы хотим, чтобы они были счастливыми. Мы желаем им то, что желаем самим себе. И мы хотим, чтобы они были в раю, чтобы мы все были в раю. А ключ к намазу, ключ к раю, ключ к раю, это намаз. Если у человека нет ключа, как он откроет дверь в рай? Как он попадет туда? Поэтому через Илья Свамили, через хикме, через мудрость призывать, понимая, что в любом случае наставляет на намаз и напрямую будет только Аллах, субханалу, а мы берем причину, мы делаем причину. Хорошим через знание, посредство знаний призывать, альхамдуллах. И на своем примере без высокомерия, красивым призывом, и делать дуа, положиться на Аллаха, субханалу. Аллах, если хочет, пожелает, он, альхамдуллах, наставит на намаз, не пожелает. Помню, когда у меня папа тоже был имамом, рахмалу, и люди, которые приходили, часто люди думают, что Аллаху это надо, намаз. Как бы вот часто такое бывает, да, там, что там, я еще пока не готов, и так далее. У меня папа, рахмалу, говорил, брат, не ты не готов. Аллаху твой намаз ты не нужен, субханалу. Аллах, субханалу, богаче не станет, ты не прибавишь власть, Аллаху и тем самым. Это тебе же нужно. Значит, Аллах пока не хочет тебя видеть в среде молящихся. Те, кто днем и ночью общается с Аллахом, субханалу. Значит, у тебя что-то в жизни, что-то такое есть, где-то, может быть, частичка высокомерия или еще что-то. Внутри поменяйся перед силой, ищем Аллахом. Попроси дуа, и, иншаллах, Аллах тебя наставит тоже на према пути, Аллахом, Аллах.